Сегодня в нашем эфире мы уже говорили о футболе, правда, в рамках гражданской активности. А сейчас мы будем говорить уже о профессиональном футболе. Дело в том, что Эстонский Союз по футболу назначил легендарного бывшего футболиста Эстонии Марку Кристалла, тренировавшего до недавнего времени Левадию, техническим координатором по футболу Вида Вирума. И сегодня Марку мы приветствуем в нашей утренней студии, чтобы узнать, какие же задачи перед ним стоят Вида Вирума. Доброе утро. Доброе утро. Технический координатор по Ида Вируму. Звучит довольно странно. Какие задачи будете выполнять? Что это значит? Я думаю, что странно. Нет, в этом мысли я буду координировать футбольные действия. В этом мысли это касается юноши, касается молодежи, не касается профессиональной главной команды. Технический координатор это как-то связано с техникой? С техникой чего? Это связано с тем, что касается футбола. Я не буду дать советы, где найти деньги. Это есть. Я буду идти на клубы, слушать их проблемы, какие-нибудь. Может быть, дать некоторые советы, что-то надо. Будете рекомендовать, как лучше всего составить тренировочный план для этих команд? Нет, не лучше всего. Это футбол такой вещь, что там нету, что ты делаешь правильно, это неправильно. Я буду, может быть, дать такую другую точку зрения. Вы занимались футболом на самом высшем уровне. Теперь вы говорите о том, что даже вы до Ируму не будете заниматься профессиональным футболом. Не считаете ли вы это шагом назад от профессионального футбола заниматься техническим координированием юношеских и подростковых команд? Я думаю, что это не шаг назад, а шаг, скажем, на другую обстановку. Смотреть на вещи футбола на другом углу. Я был главным тренером в шесть лет. И, собственно, удачным я читаю. И теперь, может быть, время осмотреть эту вещь в другом углу и делать это что-нибудь другое. Но после вашего назначения директор Эстонского футбольного союза Янно Кемисельд отметил, что футбол в Идавируме имеет свою специфику. О какой специфике он говорил, как вы думаете? Это надо спросить у Янно. Хорошо. По вашему мнению, какая специфика? Ну, я думаю, что он имел в виду, что, конечно, Идавирум о влиянии русского футбола очень-очень большое. И, может быть, надо туда показать, что есть и другие философии в футболе. И, может быть, он имел в виду это. В футболе есть футбол, и там они делают свои вещи. И все равно успешно. Я рискну предположить, что вы уже успели ознакомиться с обстановкой Идавирума, познакомиться с возможностями. Насколько сегодня действительно существует возможность Идавирума для занятия юношеским, подростковым футболом? Это поля, это финансирование достаточно? Или все-таки может сложиться впечатление, что Идавирума отрезан от остальной страны, в том числе и в спортивном плане? Я думаю, что это слишком, кроме посказанного, что отдельно. Нет, там есть, например, я не успел, когда я два недели работал, я в следующую неделю пойду в Юфи. Я был в Силаме. Там условия хорошие. Там есть сал, там есть искусственное поле. Там есть все возможности делать. И думаю, что нет проблем, если смотреть, сколько детей Идавирума занимается с футболом. Я думаю, что там нет проблем. Для развития профессионального спорта очень важно все-таки обращать внимание именно на детей, потому что вовремя нужно заметить юный талант и развивать его. Правильно ли я понимаю, что ваше внимание действительно будет обращено в первую очередь на молодых людей, на юноши, может быть, на детей? И каким образом вообще в футболе можно заметить талантливого ребенка? По каким признакам и качествам? Нет, да, мой робот будет, один часть из этих работ будет заметить эти таленты. Я не говорю, что Идавирума их другие не заметит, но, может быть, смотреть на это, что у меня есть такой опыт. Я работал в футбольном союзе скаутом. Скаут искали игроки для сборных. И это, может быть, там, ну, как можно, но там есть некоторые такие вещи, что дети, юноши должны уметь уже на возрасте. И это будем заметить тренерам, может быть, они там могут дать им специальную программу, чтобы разведить, чтобы от этого маленького мальчика или юноша будет хороший футболист. Но вы, кроме прочего, будете также помогать тренерскому штабу Силамяевского Калева. В чем будет эта помощь заключаться? Это, да, это будет один часть моей работы, потому что я, мой штаб будет в Силаме. И я там помогаю, если у меня есть время, я помогаю им тоже, этим опытом, что у меня есть. Видите потенциал? Вы сказали, например, что в том же Силаме есть отличный зал и созданы все условия для того, чтобы молодые футболисты развивались, становились профессиональными спортсменами. Есть ли действительно потенциал в Идовирум для того, чтобы создать футбол высокого уровня? Конечно. Конечно, я только в Силаме, я видел там, но там есть очень много молодых игроков, у кого есть потенциал. Конечно, этот путь будет очень трудно для этих, не только для Идовирум, но вообще, чтобы куда-нибудь попасть. А в чем трудность будет для них? Не только для них, это везде. Футбол очень, очень трудный, потому что там конкуренция очень-очень большая, и чтобы пойти этот путь, это трудно. Но я думаю, что если тренера будут хорошо учить, и... Если Марку Кристалл будет им помогать, то у них все получится. Ну, я думаю, что я даю все, что у меня есть, чтобы это было так. Почему Силаме? Почему вы выбрали именно этот город для своего штаба, а не, скажем, Нарву или Кохтлоярви, или уездный центр Ихве? Нет, это потому что у нас в футбольном союзе был контакт с Силаме, и так оставляли, что я буду быть там. Можно ли сказать, что вы теперь являетесь главным человеком Идовирума по футболу? Нет, главные человеки, главные люди там, руководители клуба, тренера, кто постоянно занимается там. Я буду там просто, как мое имя и рабочее имя, будет координатором, я буду им помогать, и, может быть, дать им мой опыт, и дать им шлианами другого угла. Я уже упомянул, что вы будете помогать Силамянскому Калеву. В будущем собираетесь снова стать главным тренером одного из каких-нибудь ведущих клубов? Ну, не Калево, но, может быть, Нарватранса. Если я служу Нарватранса, тогда господин Бурдаков будет очень недоволен. Нет, у них там хорошие тренеры. Нет, конечно, это 6 лет, когда я был главным тренером, это очень интересная работа для меня. И, конечно, я хочу снова быть главным тренером. Ну, сейчас я работаю по-другому, ну, я в футболе и никуда не попаду. Легендарный футболист, бывший тренер Левадди и нынче технический координатор по футболу Идавирума Марко Кристалл был сегодня у нас в студии. Спасибо большое, что пришли к нам в студию, рассказали о том же, как будет реализоваться футбол в Идавируме. А сейчас переходим к музыкальной паузе в эфире Кофе Плюс.